Уже завтра Александр Лукашенко обратится к Белорусскому народу и Национальному собранию. Встреча пройдет во Дворце Республики с участием депутатов, сенаторов, гостей из регионов, актива, журналистов и блогеров. Послание президента будет транслироваться в прямом эфире по национальным каналам. Сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Ровно 77 лет назад советская армия освободила концлагерь Освенцим. Там погибло по разным оценкам от полутора до четырех миллионов человек. Беларусь не понаслышке знает об ужасах войны. На нашей земле были замучены более 800 тысяч евреев на 400 фабриках смерти. Минздрав внес изменения в оказании медпомощи пациентам с COVID-19. В частности, в случае положительного теста мазок будут брать у всех совместно проживающих с симптомами острой респираторной инфекции или с повышенной температурой. С рекомендациями и нововведениями можно ознакомиться на сайте министерства. В пятницу в стране пройдет единый день безопасности дорожного движения. В 2021-м только на территории Могилевской области произошло 385 аварий, в которых 45 человек погибли, 436 получили травмы. Госавтоинспекция выявила свыше 200 тысяч нарушений ПДД. Одной из главных причин фатальных ошибок за рулем было и остается пьянство. Мобруйск-Громаш представил новую снегоуборочную технику. Она рассчитана на дороги и тротуары с асфальтным покрытием. Возможен выброс вправо, влево и в обе стороны. Новинка значительно поможет коммунальщикам сократить время работы.